Сочи открылся штаб Оргкомитета Чемпионата мира по футболу. В просторных помещениях будут работать почти 70 сотрудников. На электричке с сопровождением в Сочи проходит профилактическая операция «Пригородный поезд». Искусство возвращать зрение. В Сочи съехались ведущие офтальмологи страны и мира. В Сочи выступил сводный духовой оркестр. На сцене воспитанники Московского, Краснодарского и Сочинского музыкальных училищ. Фермеры края должны объединиться в кооперативы. Только тогда они смогут реализовывать свою продукцию по тем ценам, которые выгодны аграриям, а не перекупщикам. Такое предложение внес Вениамин Кондратьев. Глава региона сегодня посетил семейную ферму Шипулиных в Ленинградском районе. В хозяйстве более полутора тысяч гектаров земли. Из них половина засеяна озимой пшеницей. Столько же отдано под свеклу, кукурузу, подсолнечник и люцерну. Фермеры показали губернатору и свой технопарк. Тракторы, комбайны, грузовики. Кроме того, аграрии запустили макаронный цех. В год они выпускают около ста тонн изделий, которые продают в своем магазине и развозят по заявкам жителей. «Кроме муки и воды ничего нет. Никаких красителей, улучшителей. Ничего не применяем. «Лучшего бренда, чем написано из отборных сортов кубанской пшеницы». «Поверьте, в Москве, если бы у нас была полная возможность по нашей стране ее продавать, то очереди бы стояли. А сегодня надо к этому стремиться. Но я уверен, что объединившись, фермеры многое смогут. Намного больше, чем сегодня. Но фермеры должны стать сильнее. А это только союз, это только кооператив, это только объединение фермеров позволит сегодня им смело заходить на рынок и на рынке оставаться. И быть там устойчивыми. Вот это очень важно. Тогда никакие колебания рынка на них не будут влиять». Вопросы земельных отношений, мер господдержки и участие фермерского сектора в развитии сельских территорий края обсудили на совещании в Ленинградском районе. Туда на съезд фермеров съехались около 500 аграриев со всего края. В Сочи на Курортном проспекте открылся штаб Оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года. Новый офис для подготовки к матчам предоставили власти города. Просторные помещения скоро займут порядка 70 сотрудников. Поставлены и первые задачи. Сейчас все силы Оргкомитета направлены на подготовку к матчу «Россия-Бельгия». Просторный офис для Оргкомитета Чемпионата мира по футболу предоставила администрация города. Его простору, уюту и комфорту завидуют даже коллеги из Москвы, признаются сотрудники. До тестового матча «Россия-Бельгия» на стадионе «Фишт» остается меньше двух недель. Поэтому работа здесь кипит. Совместно с администрацией работают по 50 направлениям. Внимание каждому этапу. Начиная от встречи спортсменов и гостей в аэропорту до украшения стадиона и организации самого матча. Все, что связано с последним приготовлением, украшение объекта, продумывание финальных деталей. Понятно, что сейчас много подрядчиков заходит на объект, чтобы подготовить, обустроить зоны питания и так далее. Очень много, конечно, приготовлений. Комитет по проведению Мундиаля был создан почти два года назад. Постепенно количество людей, задействованных в процессе, увеличивалось. В новом офисе в самом центре города на Курортном проспекте скоро приступят к решению задач более 70 человек. Работают в тесной связи с администрацией города. Ежедневные совещания и совместные выезды на объекты направлены на то, чтобы Кубок Конфедерации и Чемпионат мира в Сочи прошли на высшем уровне. И тестовый матч «Россия-Бельгия» 28 марта должен стать показательным. Это будет, по сути, день открытия стадиона. Мы с коллегами все очень переживаем. Хотя непосредственно это тестовое мероприятие организует его в том числе Российский футбольный союз. Вот у нас такая большая команда и региона. Очень здесь присутствует большое количество представителей различных министерств и ведомств. Наши коллеги из правоохранительной системы. Все как при проведении крупного международного мероприятия. Город-курорт будет одним из 11 городов, где пройдет Чемпионат мира 2018 года. Но организаторы уже сегодня делают все возможное, чтобы даже тестовые матчи на стадионе «Фишт» стали самыми запоминающимися. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На электричке под сопровождением в Сочи проводится профилактическая операция «Пригородный поезд». Общественный порядок в «Ласточках» обеспечивает наряд полицейских. Для чего узнала Инга Габешия. На сегодняшний день под сопровождением взяты 35 электропоездов «Пригородного сообщения». Главная цель правоохранителей – выявлять и пресекать преступления, а также транспортные и административные правонарушения. Ежесуточного оперативно-профилактического мероприятия «Пригородный поезд» задействовано более 25 сотрудников транспортной полиции. Чаще всего бороться приходится с курильщиками. За желание подымить в пути несознательных пассажиров штрафуют. Бывает, что и спиртные напитки распивают, и в алкогольном опьянении появляются мелкие хулиганства. Будут увеличены наряды сопровождения, будут усилены наряды на вокзалах для недопущения совершения данных правонарушений. Усилят наряды сопровождения в электричках в преддверии грядущих событийных мероприятий. Уже в конце марта в Сочи приедет масса футбольных болельщиков, а этот контингент, как известно, непредсказуемый. Наказывать нарушителей закона и спокойствия – мера крайняя, отмечают транспортные полицейские. Мероприятие в первую очередь носит предупредительный характер. Основной задачей проводимых мероприятий является несоставление протоколов и наказание пассажиров. Профилактические мероприятия с целью донесения до пассажиров, что их противоправные действия угрожают как их жизни и здоровью, так и жизни и здоровью пассажиров, едущих рядом с ними. А также могут повлиять на безопасность транспортной инфраструктуры в целом. За первые 10 дней профилактической операции транспортные полицейские Сочи изучили пассажиропоток в пяти сотнях электричек. Составлено 30 административных протоколов. Сами пассажиры такому вниманию не противятся, а наоборот поощряют работу полицейских. Это гарантирует, что все будет нормально в электричке, если кто-то придет на помощь. Так что я вполне доволен. Правильно все так должно быть, чтобы все ездили в спокойном режиме, чтобы таких ситуаций не возникало с пассажирами, которые любят выпить, отдохнуть, особенно в летний период. Все соседи адекватные, трезвые, в игры не играют в азарты. Очень все хорошо. Это очень, кстати, успокаивает. И мы благодарны правительству, что они наконец-таки так бдительно начали следить за порядком. Количество полицейских нас не смущает. Наоборот, внушает доверие, внушает спокойствие, что наш порядок под контролем. Такой анализ правопорядка в электропоездах транспортным полицейским помогает более целесообразно организовывать их сопровождение. А собрать информацию правоохранителям помогают волонтеры из числа сочинских студентов. Ребята проводят социологический опрос пассажиров. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Краснодарский край занимает лидирующую позицию по результатам работы отделений Пенсионного фонда России. Такие итоги работы за прошедший год сегодня подвели в ходе краевого совещания. Руководители территориальных отделений собрались в Сочинском управлении. В этом году краевое совещание собрало больше 50 руководителей территориальных органов Пенсионного фонда России. Сочинское управление призвано одним из лучших в крае, поэтому итоги работы за прошедший год подводятся именно здесь. Сотрудников региональных отделений ПФР поприветствовал и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Глава курорта отметил значимость их работы, поблагодарил за результативность и пожелал дальнейших успехов в развитии управлений. Я очень рад тому, что все те люди, которые очень важны, которые за тем самое тяжелое время для каждого человека, когда уже сил особо нет и новую работу не найдешь, и денег особо нет. И тут уже самый главный орган – это Пенсионный фонд, который вовремя, вовремя, день в день, час в час приносит деньги. В Краснодарском крае проживает более полутора миллионов пенсионеров. Средний размер пенсии составляет свыше 12,5 тысяч рублей. Пенсионное обеспечение и страхование жителей края показывают хорошие результаты по стране. Мы занимаем вторую и третью позиции по отделениям после Москвы и Московской области или Санкт-Петербурга и Галининградской области по многим показателям. Поэтому у нас активная работа, мы подводим итоги, у нас все будет хорошо. Основная задача Пенсионного фонда в этом году – популяризация электронных услуг и сервисов Пенсионного фонда России. Многие услуги уже можно получить дистанционно. Для этого нужно создать личный кабинет на официальном сайте pprf.ru и зарегистрироваться на портале госуслуг. Прием граждан также активно продолжают и клиентские службы территориальных отделений. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи открылся двухдневный семинар по вопросам защиты социальных прав граждан. Мероприятие проходит в рамках совместного проекта с Советом Европы по применению международных стандартов в области прав человека. За круглым столом участники обсудят роль уполномоченных в данной сфере, а также поделятся успешным опытом различных регионов. Данный проект является одним из приоритетных направлений взаимодействия Российской Федерации с Советом Европы по вопросам правозащитной деятельности. На сегодняшний день только в Краснодарском крае более 70% бюджета региона тратится на социальные проекты. Сегодня особенно необходимо чутко и оперативно реагировать на запросы людей, помогать им в решении проблем, связанных с ущемлением прав, с несправедливостью и равнодушием со стороны чиновников. Зачастую жители сельских территорий не могут постоять за себя и даже не знают, куда обратиться. Важнейшую роль в таких случаях играет Институт уполномоченных по правам человека. В нашей стране права человека закреплены во второй главе Конституции, а также в ратифицированных Российской Федерацией международных соглашениях. За соблюдением каждого из пунктов в аппарате уполномоченного по правам человека следит профильное подразделение. Особую роль, наравне, например, с правом на медицинскую помощь и образование, уделяют интересам людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделан огромный шаг в социализации инвалидов, в предоставлении гарантий, в том, чтобы они имели право на доступность не только в плане понимания общественных проблем, но и на элементарную доступность зданий, сооружений, органов государственной власти, транспорта. Одним из показательных примеров может служить опыт Сочи, где в преддверии Олимпийских и Параолимпийских игр были созданы все условия для безбарьерной среды. Российский курорт стал первым городом, где применялись международные стандарты организации пространства для свободного передвижения инвалидов. Сейчас этот опыт перенимают регионы. Во время масштабных мероприятий происходит много, вроде бы, очень важных для государства событий, но, тем не менее, некоторые эти события иногда затрагивают интересы наших граждан, и граждане имеют право обращаться в орган, который им всегда помогал. В ходе обсуждений, помимо социальных, эксперты также оценят механизмы защиты культурных прав в системе ООН, а также реализацию международных обязательств Российской Федерации согласно положениям Конвенции о правах человека. Инга Габеши, а телекомпания ФКТ. Но некоторые не совсем правильно понимают свои права. В Сочи небольшое ДТП закончилось дракой. Происшествие попало в объектив одного из очевидцев. Как видно на этих кадрах, в драке участвовали не только мужчины, но и даже женщина. Как пишет портал live.ru, потасовка завязалась после небольшой аварии на улице Клубничной. Само столкновение машин обошлось без пострадавших, но водители и пассажиры не смогли выяснить, кто же виновник дорожного происшествия. Завязалась драка. Но и этим участники ДТП не ограничились. Один из мужчин взял в руки арматуру и разбил фару машины своего оппонента. В ответ водитель второго автомобиля протаранил иномарку своего обидчика. После аварии оба сочинца уже с травмами обратились с заявлением в полицию. Сочинец, взявший в заложники свою дочь, страдает психическим расстройством. Таковы результаты психолого-психиатрической экспертизы. Напомню, 35-летний местный житель 15 июня прошлого года захватил в заложники свою несовершеннолетнюю дочь и требовал дать ему пистолет с патронами. Преступление было совершено на улице Староклубной. После ссоры с женой, вооруженный ножом мужчина, закрылся в доме с дочерью. Требовал передать ему пистолеты и патроны. Полицейские передали ему непригодный для стрельбы пистолет, после чего сочинец отпустил девочку. Он удерживал ее около 8 часов. Мужчина сразу же после этого задержали. При обыске обнаружили наркотик в крупном размере. Было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Не может осознавать характер своих действий и руководить ими. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает Краевое следственное управление. В Сочи на дороге к Лао сегодня сгорела крупная постройка площадью 230 метров. Пожар в магазине сняли очевидцы. Это жилой объект на территории курортного поселка Горный воздух. По словам очевидцев, ЧП произошло между 14 и 15 часами. Пламя появилось на втором этаже двухэтажной постройки, а потом перекинулось на соседние объекты. На пожаре работало несколько отрядов спасателей. Движение по дороге на Лао в это время было затруднено. Госавтоинспекция Сочи проверит исправность автобусов. С 13 по 22 марта в целях профилактики аварийности проводится краевая операция автобус. Госинспекторы технадзора ГИБДД проверяют выпуск транспорта на линию. На контроле техническое состояние пассажирского транспорта, пресечение нарушений правила перевозки пассажиров. Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, немалая часть нарушений допущена водителями маршрутных такси. Чаще всего это несоблюдение правил дорожного движения и нарушение правил перевозки пассажиров. За два дня в результате рейда в Сочи было проверено 57 автобусов. Составлено 27 административных материалов. Из них 22 протокола в отношении водителей и 5 на должностных лиц, которые выпускали на линию неисправные машины. Выявлено два факта управления автобусов с неисправным рулем. Транспорт помещен на охраняемую стоянку. Ну и продолжаем выпуск. Искусство возвращать зрение. В Сочи съехались ведущие офтальмологи страны и мира. В городе сегодня открылась научно-практическая конференция. Она проводится уже в 15 раз в своей истории. Но Сочи был выбран местом проведения этого крупнейшего форума впервые. И не случайно. Ведь это направление медицины, офтальмология в Сочи сегодня продолжает набирать обороты. Все подробности в нашем следующем материале. Более 800 офтальмологов со всей страны и мира. Такой цифры научно-практическая конференция еще не фиксировала ни разу за всю свою длинную 15-летнюю историю. Ну а в Сочи этот форум проводится впервые. На медицинский конгресс съехались ведущие офтальмологи, чтобы совместными усилиями найти наиболее эффективные способы лечения так называемой витриоретинальной патологии. Это сложнейшие заболевания сетчатки глаза и стекловидного тела. Сегодня российские врачи легко лечат такие случаи, от которых раньше больные просто слепли. Это одна из таких быстро развивающихся субспециальностей в офтальмологии, которая имеет большую социальную значимость. Потому что, как вы знаете, диабет и заболевания, связанные с возрастом, такие как возрастная макулярная дегенерация, они растут. В ходе форума работала выставка специального оборудования, современных технологий и фармсредств. А прямо на сессиях конференции можно было проследить за уникальными операциями на сетчатке глаза. Вот, например, прямое включение из московской клиники. В зале практически нет свободных мест. К просмотру присоединились и сочинские офтальмологи, что крайне важно для развития местной медицины, отметил глава города. Мы очень гордимся тем, что все многие-многие ученые местом для проведения международных научно-практических конференций выбирают площадку Сочи. Нас это еще интересует и с той стороны, что наши врачи имеют возможность буквально на каждой конференции присутствовать и знать самые современные технологии лечения. А это в том числе микроинвазивный метод хирургических вмешательств. То есть операции на глазах сегодня проводят через микропроколы, без швов. Результат – быстрая зрительная реабилитация. Самое современное оборудование, в том числе дорогостоящее лазерное и такие же современные методы лечения сегодня стоят на вооружении и у сочинских врачей. В 4-й горбольнице целое офтальмологическое отделение. Здесь делают уникальные для нашего города осмотры и операции, которые раньше были доступны только в краевой столице. Пациентов лечится порядка 8 тысяч в год в этом отделении. Операции проведены около 3 тысяч, порядка полутора тысяч операций по замене хрусталика. Это одна из самых востребованных операций, очень необходимая населению любого города и населению нашего города тоже. Эти операции делаются бесплатно. Ну а что касается открывшегося сегодня форума, он завершится уже завтра. В программе второго дня будет рассмотрен опыт регионов по оказанию помощи пациентам с заболеванием сетчатки глаза и стекловидного тела. А также офтальмологи разберут сложные и нестандартные случаи в лечении таких патологий. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну а в Сочинском госуниверситете лекцию для студентов сегодня читал ресторатор. Дмитрий Левицкий рассказал, как стал профессионалом в этом бизнесе и объяснил, почему общеизвестные правила не всегда работают. Дмитрий Левицкий только 9 лет назад организовал ресторанный бизнес и уже готов делиться своими наработками в бизнес-школе. Но вот сочинская студенческая аудитория для него в новинку. Это была инициатива администрации города Сочи, моего выступления перед студентами. Если честно, наверное, чуть ли не первый раз за мою всю карьеру ресторанную я вот выступаю в ВУЗе перед студентами. Посмотрим. Я вам, конечно, буду много всего рассказывать интересного про ресторанную жизнь. Они только начинают свой путь в нашей сфере гостеприимства и сервиса. Ну, посмотрим, как это будет. Думаю, что ребятам будет интересно в любом случае. От привычных лекций преподавателей это отличалось, конечно, определенной легкостью. 9 откровений за 9 лет в бизнесе. Именно так прозвучала тема встречи. Для студентов много нового и даже провокационного. Например, Левицкий опровергает общепринятое правило, что в заведении клиент всегда прав. Относиться к гостям надо так, считает ресторатор, как ты относишься к гостям своего дома. Но хозяин в доме все же ты. На первое место он ставит сотрудника, потому что от настроения обслуживающего персонала в первую очередь зависит, останется ли доволен посетитель ресторана. Студенты это запомнили. Хотелось бы, наверное, записать что-то в тетрадку. Мне кажется, мозг такая штука, которая запомнит только самое главное. И, наверное, строится весь бизнес должен именно на этих четырех китах. И самое главное из них – это сам сотрудник, нежели чем, как обычно это имеется в виду, гость. Нестандартный, а, скорее всего, свой подход в работе привлекает и коллег по бизнесу к профессиональному общению. Площадкой становятся деловые фестивали, один из которых проводится в Сочи. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочинском центре восстановления леопарда вакцинировали котят. Животные, родившиеся минувшим летом, были привиты от бешенства и прошли комплексную вакцинацию. Ветеринары также установили трем котятам подкожные микрочипы. Они содержат информацию о дате рождения котенка Поли и сведения о родителях. Переднеазиатские леопарды в естественной среде мигрируют. И выпущенные на волю в российские заповедники могут осваивать место обитания на территории других стран. Установленные микрочипы в такой ситуации дадут экологам полную информацию о новой особи. Кроме того, трем котятам были поставлены ушные метки разного цвета. Они позволят легко отличать друг от друга животных, зафиксированных фотоловушками. Сейчас идентификация происходит по пятнам, которые имеют свой уникальный рисунок, что значительно сложнее. Сотрудники Центра восстановления леопарда отмечают, что все животные чувствуют себя хорошо. В ближайшее время начнется их перемещение в вольеры, подготовки к выпуску. Там котята смогут получить навыки охоты и выживания, сообщает пресс-служба администрации края. Живая классика. Под таким названием в Сочи открылся конкурс юных чтецов. Это муниципальный тур краевого конкурса, который проводится среди учащихся 6-10 классов. Сначала был школьный этап конкурса, теперь его победители, а это 79 человек уже попали на муниципальный. В целом же приняло участие в школьном туре 377 учащихся. Теперь борьба за выход на регион. Масштабы, которые приобрел этот конкурс, стали возможны, конечно, благодаря оптимизму, энтузиазму наших педагогов и неравнодушных, активных родителей, и, конечно, ребят, которые любят читать. Наша общая цель – это сделать чтение жизненно необходимой потребностью каждого ребенка. Нам бы хотелось, чтобы ребенок встретил своего, полюбил писателя, встретил своего любимого героя, может быть, нашел какие-то ответы на свои вопросы. Виктория Корчагина, ученица 26-й школы, кстати, участница конкурса, уже третий год подряд прочитала, отрывок из произведения Бориса Васильева в списках не значился. По условиям конкурса не допускалось чтение произведений школьной программы. И вообще мне очень нравится тема истории, тема войны, как бы познаешь, что было до тебя, и как бы до этого посмотрела фильм еще, «Я русский солдат», и вот он тоже вдохновил взять именно это произведение. И сегодня же были отмечены победители конкурсов прошлых лет. Среди них Захар Суханов, учащийся школы номер 55, который вошел в пятерку лучших чтецов России в финальных состязаниях конкурса. Они проходили в Артеке. Елена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи выступил духовой оркестр. На сцену зала органа и камерной музыки вышли воспитанники Московского, Краснодарского и Сочинского музыкальных училищ. Открылся концерт с сочинением Петра Щейковского в исполнении учащихся академического музыкального училища при Московской консерватории имени того же знаменитого русского композитора. В этом училище обучаются юные талантливые музыканты из разных регионов России, даже зарубежья. Такая тенденция как раз и присуща учрежденному в сентябре духовому обществу, цель которого – возродить коллективное музыцирование, искать и поддерживать одаренных детей. Мы очень хотим, чтобы ребята из разных городов, встречаясь на разных сценах, могли друг другу доставить удовольствие о коллективном музыцировании. Повторяю, этому предшествует огромная работа. Вот в этом деле очень важно, какую роль выполняют учебные заведения. И вот сочинское училище – одно из самых активных учебных заведений в этом процессе. Полагаю, что в огромной степени это зависит от руководителей, от творческого педагогического коллектива. Мы им очень признательны, и уже за эти годы у нас сложились настоящие дружеские взаимоотношения. Сплотить все российские и зарубежные духовые коллективы и есть задачи нескольких проектов духового общества. Реализацией одного из них станет совместная поездка в начале сентября в Крым, где на одной площадке выступят больше двухсот музыкантов. Пока же на сочинской сцене в так называемом духовом ансамбле около 60 ребят, и каждый из них талантлив и виртуозен. Сегодня в концерте прозвучали сочинения западноевропейской и русской музыки, конечно же, произведения военной тематики. Подобные концерты, мастер-классы и творческие школы будут проходить во всех городах России, чтобы в итоге дать реализовать себя каждому одаренному любителю музыки. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже можно найти на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.